Неделя началась важным нововведением для жителей Твери. 3 февраля стартовал первый этап новой транспортной модели. На этом этапе у нас 32 маршрута. Были прекращены свидетельства о перевозке пассажиров 32-м перевозчикам. Но в основном это перевозчики, которые осуществляют перевозку пассажиров по пригородным маршрутам. На ряду с новыми автобусами в городе в ряде маршрутов осталась часть старой техники. 3 февраля с 7 часов утра во всех районах Твери работали мобильные группы из числа сотрудников Угадан, ГИБДД и ОМОНа Росгвардии. Выявлялись те, кто вышел на маршрут незаконно. Все сотрудники, которые работают на постах, имеют полную информацию о тех свидетельствах, которые прекращены. И, соответственно, другие маршруты мы не трогаем и не запрещаем эту деятельность. Те перевозчики, которым свидетельство прекращено, они уведомлены об этом. Данное правонарушение квалифицируется по статье 11.33 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях. Это осуществление перевозки без карты маршрута. За это правонарушение достаточно серьезный штраф предусмотрен. И в качестве мера обеспечения используется арест транспортного средства. Ни 3 февраля, ни в последующие дни недели, а рейды проходили ежедневно, нарушителей не выявлено. Все маршруты в городе работают законно. Мы проехали и видели, что интенсивность движения достаточно приличная. Автобусы мы посмотрели по 55 маршруту, где произошла замена перевозчика 33. Там они идут с регулярностью 4-5 минут от силы. С 10 февраля в городе начнется второй этап транспортной реформы. Да, будет второй этап. Там уже будут в большей степени городские маршруты дотронуты. Поэтому сейчас нужно ориентироваться на то, что новая транспортная компания имеет автобусы синего цвета с логотипом Старого Волжского моста. В дальнейшем, наверное, пассажирам необходимо ориентироваться именно на эти автобусы. Замена будет происходить плавно. В общем-то, то, что сегодня... В дальнейшем, наверное, пассажирам необходимо ориентироваться именно на эти автобусы. Номера сохранятся? У новых автобусов перейдут по наследству? Номера маршрутов сохраняются, да. Они точно такие же и будут. В начале недели, 3 февраля, в областной столице произошла страшная авария. Субтитры создавал DimaTorzok То, что вы сейчас видите, произошло 3 февраля около часа дня на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы. Данные о пострадавших первоначально разнились. Сейчас мы говорим о шести пострадавших, пятеро из которых пешеходы. Люди стояли у светофора в ожидании разрешающего сигнала. И в этот момент их буквально смели две столкнувшиеся на пересечении проспектов машины. Вы только везите, вам тоже помощь надо оказать. Ничего не болит? Ноги, руки, ничего. Ничего не болит. Столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. По данным ГИБДД, Volkswagen поворачивал налево с проспекта Победы на Волоколамский проспект. Kia шла прямо со стороны площади Терешковой в сторону Капашвара. Предварительно водитель автомобиля Kia двигался с превышением установленной скорости движения. И к тому же в Kia затемненные окна тонированные. Сам водитель Kia утверждает, скорость не превышал. Здравствуйте. Скажите, вы на какой сигнал светофора ехали? Зелёный. Зелёный был, да? У вас была скорость большая? Нет, не была большая скорость. Вы видели, что поворачивает Volkswagen? Видел, но не успел. Не успел, реакция не сработала. Тормознительность. Как что произошло? Вы куда-то что-то вильнули? Или как? Или так прямо ехал? Нет, я ехал прямо по главной дороге, соблюдая скорость. И направлялся в сторону Капашвара. А ещё в спортзал ездил. Ехал. А сколько примерно вы ехали скорость, не помните? Примерно, может, 72-73. И ещё одна деталь. В Киа, в том числе и лобовое стекло, тонировано. Почему у вас тонированные окна? Я не могу на это отнести. На месте работало несколько карет не отложки. Спасатели, сотрудники ГИБДД и других подразделений полиции. Всех пострадавших доставили в больницу. Ближе к 4 часам дня 5 февраля в Центральный районный суд города Твери доставили 30-летнего Эмиля Байрамова, задержанного сотрудниками полиции. Байрамов находился за рулём автомашины Киа, которая 3 февраля у театра «Кукол» столкнулась с автомобилем «Фольксваген». А затем машины влетели в ожидающих разрешающего сигнала пешеходов. Итог той страшной аварии шестеро пострадавших, один из которых, 50-летний водитель «Фольксвагена» Игорь Каравашкин, скончался в больнице. Его хоронили 5 февраля. 20-летняя дочь погибшего в суд прийти не смогла. Девушка осталась одна. Авария унесла жизнь отца. А в 2015 году она похоронила мать. Конечно, она попала в очень трудную ситуацию. Она студент дневного отделения. Обучается платно. Ну, и сами понимаете, она одна. Никакого давления на нее не было, не знаете, со стороны? Таких фактов мне неизвестно. Но вы считаете, что Байрамов именно виноват, да, вот в этом ДТП? Ну, мы согласны с мнением следствия. Да, и дело возбуждено. В качестве подозреваемого, мне кажется, он привлечен, обоснован. По словам Сергея Хрящева, и он об этом заявил в суде, адвокат Байрамова предлагал Каравашкиной частичную компенсацию причиненного вреда. Из 500 тысяч предложенных частичной компенсации ко дню похорон выплачено ничего не было. Адвокат Байрамова просил суд назначить своему подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и представитель прокуратуры настаивали на аресте, учитывая то, что Байрамов уже был судим, и его многочисленные нарушения правил дорожного движения. Как вы можете объяснить, что у нас так много правонарушений? Эти все правонарушения, сотрудник может посмотреть, это все на трассе, нахлад на дороге М-11, и они все не больше 500 рублей штата. Однако сотрудник прокуратуры пояснил, что нарушения правил дорожного движения были как раз в черте города. На вопрос, на что живет, подозреваемый сказал, что неофициально владеет салоном красоты в Москве. Прежний бизнес обанкротился. На вопрос, почему в организме на момент аварии обнаружены следы кокаина, Байрамов сказал, что, наверное, это был переизбыток кофеина, так как он принимает препараты для накачивания мышц. И еще на суде официально заявили, скорость движения Киа на момент аварии составляла 104 километра в час. Хотя в день аварии Байрамов утверждал другое. А сколько вы ехали, скорость не помните? Примерно, может, 72-73. В начале седьмого вечера суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Судом Центрального района города Твери в отношении 30-летнего подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до конца срока предварительного следствия. Решается вопрос о переквалификации с части 3 на 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека, совершенное лицом находящимся в состоянии опьянения. Экспертиза установлена, что в крови подозреваемого обнаружены наркотические вещества. По нашим данным, адвокат Байрамова собирается подавать апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Твери и добиваться для своего подзащитного мера пресечения в виде домашнего ареста. В УФСИН России по Тверской области подведены итоги работы за год. С докладом выступил начальник УФСИН России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Кузьмин. За прошлый год недопущено особо учитываемых преступлений, побегов из-под охраны и конвоа, массовых эксцессов со стороны спецконтингента. Продолжается снижение численности обвиняемых, подозреваемых и осужденных. На 1 января 2020 года численность содержащихся в местах лишения свободы составила 6957 человек, или 67% от лимита наполнения. Следственные изоляторы области заполнены на 68%. В колониях увеличилось число осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, таких около 80%. Расширяется применение наказаний, не связанных с лишением свободы, в частности, принудительные работы. Осужденные к этому виду наказания проживают в специальных учреждениях, исправительных центрах, где постоянно находятся под надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы. Общий объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, связанных с привлечением осужденных к труду, в прошлом году превысил 513 миллионов рублей. Чистая прибыль, а это более 43 миллионов рублей, была направлена на содержание и укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание дополнительных рабочих мест для осужденных. Для обеспечения контрактов трудоустроено 450 осужденных. Большое внимание уделяется воспитательной работе со спецконтингентом. По результатам деятельности за год лидирующие места в своих группах заняли ИК-7 города Ржева и СИЗО-1 города Твери. Кубок абсолютного победителя смотра конкурса «День колоний» вручен начальнику ИК-6, полковнику внутренней службы Владиславу Лапину.